сентябрьская сушка мухоморов всем привет мои дорогие зрители сегодня у нас очередное видео из народной аптеки вот мои мухоморы мухоморы 10 грамм и мы будем делать очередную мазь теперь у меня больше информации поэтому я радостно с не ею с вами поделюсь как сделать мазь но во первых мы будем делать мазь из пара порции один к четырем одна часть в граммах сухого сырья на одну часть в граммах жира жир я буду брать вазелин у меня также есть кокосовое масло я люблю также и на кокосовом масле но в этот раз и сделаю на вазелине я уже делала и на чистом глицерине и нормально пошло но вот в этот раз вазелин хотя считается что он не так глубоко проникает в наши клетки как например мази на основе животных жиров таких как гусины и нутряной но все же он хранится дольше то есть мази на основе вазелина хранятся лучше и так что мы сейчас делаем мы берем наши мухоморы и перемалываем в кофемолке мухоморы и перемалываем в кофемолке конечно же мы поверхности потом обязательно протрем вот наш порошок и сейчас мы берем 40 грамм вазелина 10 грамма порошка мухомора а также одну чайную ложку меда и все это мы будем сейчас готовить на водяной бане чем хороша мазь на основе мухомора это то что если у вас есть мышечные боли суставы у вас болят ревматизм то хорошо снимает болевой синдром воспаление также хорошо заживляет раны прекрасен для кожи то есть маски на основе мухомора мази способствуют выработке коллагена и регенерации клеток кожи они разглаживают мелкие морщинки осветляют пигментные пятна например хороши на грубой кожи на пятках также помогают при варикозе можно будет смазывать ваши ножки при невралгиях папилломах борется с грибками с экземами то есть с разными проблемами на нашей коже я мазала не буквально недавно мазью с мухомором когда у меня обострилась невралгия не знаю что потому что я работала в комплексе то есть комплекс на использовала и магнитотерапию и разные аппараты препараты и мази и бады но вот что-то помогло возможно мухомор судал в этом перемешиваем ингредиенты ставим на водяную баню примерно на 20 минут готовую мазь процеживаем пока она еще не застыла все же это вазелин уже выдавливается тяжеловато поэтому не ждем пока полностью наша массе остынет а в теплом виде пытаемся процедить по вопросу металла я не нашла причины почему нельзя мухоморы обрабатывать металлическими предметами либо хранить варить в металле поэтому как есть когда керамики нет пользуемся тем что имеется либо стекла спасибо за внимание спасибо за внимание